Теперь о культуре за границей. Власти французских Канн запретили женщинам посещать пляжи в Буркине. Это традиционный мусульманский купальный костюм, он полностью закрывает тело. В муниципальном постановлении говорится, что проход на пляжи и купание запрещены любому лицу в неподобающей одежде, которая не отвечает правилам приличия и принципам секуляризма и не соответствует нормам гигиены и безопасности. По мнению властей, пляжная одежда, подчеркивающая религиозную принадлежность, может вызвать нарушение общественного порядка. Особенно сейчас, во времена, когда Франция стала мишенью для атак террористов. Напомню, в результате июльского теракта в Ницце погибли 84 человека. Помогут ли меры властей успокоить общественность и поможет ли это безопасность, обсудим с Андреем Манойло, профессором факультета политологии МГУ. Андрей Викторович, приветствую вас. Не обидятся ли мусульмане и не задумают ли мстить? Нет, они, конечно, обидятся, но они должны понимать о том, что ситуация как раз делает эти меры со стороны французских властей оправданными. Во-первых, они вводятся не повсеместно во Франции, а только в Ницце и только на определенных пляжах. Это, во-первых, то есть имеет ограниченное применение. Во-вторых, все-таки те меры направлены на обеспечение безопасности не только граждан такого, ну, французского происхождения, граждан не мусульман, но и, в первую очередь, мусульманского населения. Потому что сейчас население Ниццы реагирует на появление любого человека в традиционной мусульманской одежде на уровне рефлексов. То есть они настолько напуганы тем терактом, который там совсем недавно произошел, что мгновенно начинается паника. А паника может превратиться, принять любые формы, в том числе и очень опасные. И люди могут просто начать разбегаться с дикими кариками, а могут там броситься на человека, который случайно оказался в этой традиционной одежде. Поэтому в этом отношении это довольно взвешенное, адекватное и, в общем-то, мудрое решение со стороны властей. Андрей Иванович, если мы погуляем немножко по карте Европы и даже немножко по Средиземноморию, поговорим об африканских странах, посмотрим, например, о Намарокко. Есть информация, что там уже два года в мусульманской стране действует запрет на ношение Буркини. Что же говорить про европейские страны? Вы считаете, что это такой тренд, и он будет только усиливаться в последнее время? Я думаю, что в Европе это точно превратится в тренд, потому что им, по крайней мере, с чего-то надо начинать для того, чтобы восстанавливать свою национальную идентичность. Это во-первых. А какие формы это приобретет, но это тоже большой вопрос. Потому что то, что эти нововведения вызовут протест среди мусульманской части населения и европейских стран, это также совершенно очевидно. То, что эти протесты попытаются взять под свой контроль лидеры исламистов, террористов и радикалов... Да, кстати, запрещенное дело ты можешь использовать как повод для организации новых терактов, или они вообще не задумываются к привязанности к той или иной новости, а действуют самостоятельно по своим каким-то прихотям и принципам? Ну, честно говоря, не очень я понял вопрос. Я имею в виду, что запрещенный ИГИЛ после запрета на ношение Буркини может это, как бы воспользоваться этим, устроить новый теракт и как раз подвязав одно и другое? Ну, вы знаете, в качестве формального повода, конечно, всякое может быть. Но что касается таких группировок, как Исламское государство и, например, ячейка Аль-Каиды в Магребе, то они готовят террористические атаки без привязки к каким-либо формальным поводам. Им формальные поводы не нужны. Потому что подготовка любого теракта, она никогда же не бывает стихийной. Она растягивается на полгода, год, на два года. То есть это серьезные операции. И когда, наконец, приходит время, когда террористы понимают о том, что не все готово, они используют любой формальный повод для того, чтобы попытаться к нему привязать террористическую атаку. Получается, уже к постфакту привязать. Огромное спасибо, Андрей Манойло. Профессор политологии МГУ был на связи с Лайфом. Продолжение следует...